О чём мечтается, а-а-а, всегда сбывается, а-а-а, и если мучится, а-а-а, то всё получится, а-а-а, что не сбудется, а-а-а, то позабудется, а-а-а, и когда-нибудь, когда-нибудь, кого-то влюбится, а-а-а-а... Здравствуйте, я Ксения Бородина, и это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Шантаж не лучший способ, чтобы наладить отношения в паре. Похоже, Михаил этого не знал и потерпел фиаско. Вчера Надя и Миша так и не помирились. Но если в этой паре и есть искренние чувства, то самое время показать их, так как сегодня очередное распределение комнат в вип-доме. А ещё напомню, что до переселения в город наших старичков Солнца, Ольги Бузовой, Стёпы, Сэма и Насте осталось 52 дня. И уже сегодня десант из самых активных участников отправится на новую строительную площадку. Сегодня 1218 день нашей телестройки. До переселения стареньких участников в город осталось 52 дня. Сегодня Ольга Бузова поедет в будущее жильё, где сейчас идёт строительство. Но поскольку Солнце утром уехало на фотосессию, а Сэм и Настя отдыхают на море, Ольга отправится в город вместе с Викторией, Рустамом и Геной. А в нашем городке сегодня состоится голосование за вселение вип-дом для влюблённых пар. Миша и Надя, к сожалению, больше не претендуют на отдельную комнату, потому что два дня назад они расстались. Несмотря на то, что чувства их не остыли, ребята отказываются искать компромисс и мириться. Надя ждёт, когда Миша будет дарить цветы, просить прощения и добиваться её. А Миша этого делать не собирается и ждёт извинений от Нади. Так что прежде чем заселиться, этой паре придётся до конца разобраться в своих отношениях. А вот Виктория Карасёва изъявила желание заселиться в вип-комнату с Радугой. Её главный аргумент – это получение иммунитета для Радуги на мужском голосовании. Но свободолюбивый молодой человек подозревает, что это только повод. Ведь все давно заметили, что Тори испытывает к нему более чем дружескую симпатию. Могу создавать что-то новое. И вот потом я думаю, вип-комната – это всё понятно, ерунда, но это всё через месяц закончится и будет намного интереснее расклад. Вот в старый дом бы я хотела заселиться на три месяца сразу, чтобы вещи перетащить и жить спокойно. Буду же я свои вещи, которые у меня за два года набралось очень много, вип-комнату всё перенесу, а потом сидеть и думать. «Выселят нас или не выселят?» Нет, конечно, не выселят, если мы постараемся, но, знаешь, лучше я какие-то свои стремления и желания сублимирую в наши отношения, в построении дружбы, в более углублённом смысле этого слова. Поэтому, значит, у нас есть Гобозовы, «Надя, Миша, ты да я, Рустам, Карина и Алёна, Миша. Пять парк и комната». Ну, надо уже закидывать удочки, что мы здесь собираемся жить, чтобы себе на ус там мотали многие. Как тебе? Это скажешь. Правильно. С милым и шалашей рай. Правильно. «Меня зовут Марат». «Марат, сегодня с вами Алёна и Саша». «А, понятно. Это, ну что, в общем, я недавно смотрел, вы уже заселились в доме, правда?» «Да». «Да, да, да». «А вам нравится наша пара?» «Ваша, да, вот честно скажу. Ну, у вас вроде пока руганий не было, как я дам этого в эфире». «Ну, нас прям заставляют поругаться. Рустам очень хочет. Он прям провоцирует нас на всякую ругань. Я не поддаюсь просто». «Рустам, это да, мне он не нравится. Он любит про всех там. Да. «У всех нехороших гадостей творить». «Он у нас провокатор». «А сегодня еще показывали первый раз мой эфир». «Мой эфир?» «Да». «Прикольно. Звонки уже есть?» «А как другие?» «Недорогуша». «Дорогуша». «Милочка». «Так, еще раз. Еще раз. «Нас ждут». «Просто Виктория». «Тори». «Дорогуша». «Да, мы еще раз услышим слово «дорогуша». «Пока, пока». «Передайте от меня Юлию, пожалуйста. Я ее очень люблю». «Прямо любите?» «Да, я недавно смотрю проект. В общем, я смотрел, смотрел. Вначале она мне просто симпатия, а потом, как я слушал ее отношения с людьми, просто в нее влюбился». «А может, вы телефон оставите, она вам позвонит?» «Да, она сейчас одиноко ищет». «А сколько вам лет, Марат?» «21». «О, супер». «Откуда вы, Марат?» «Это я из Движнего Подмосковья». «Не, ну вы не говорите вот сразу «молодой». Мне нужна именно девушка с 25 лет, потому что по характеру мне всегда дают 30 лет». «А внешне сколько вам лет, Дашь?» «Внешне? Ну, тоже 21». «Тоже. А вы темненький или светленький?» «Темненький». «Темненький». «Ну вы прям действительно влюбились в нее?» «Вот честно скажу, да». «А вы бы смогли прийти на проект для Юли? Ради Юли?» «Да». «Как сказать, вообще, в общем, смог бы, но только вот сейчас вот я занят, диплом пишу». «О, а что-то поздно диплом вы пишете. Обычно диплом сдает в июне». «В июне, да». «Так мне на следующий год только сдавать». «И ты уже начал диплом писать?» «О, какой диплом». «Молодец какой!» «Молодчик». «Молодец. Юльке точно ты понравишься». «Так и не понял, кто ошибся больше? И что постановили? Решили?» «Снадей?» «Ну да». «Ничего не решили. Она на своей позиции остается. Что, типа, ее добиваться надо. Я никого не собираюсь добиваться». «И?» «Ну ничего, пока месть, ничего. Посмотрим. «Зачем мне добиваться то, что я уже давно добился?» «Это как бы глупо. Как минимум. Если уж добиваться, то кого-то другого». «Надя, если бы тебя бы Саша так когда-нибудь называла, ты бы тоже не смогла с ним быть. Ты бы любила его, но не понимала, почему ты с ним находишься, если он тебе говорит, что ты тварь, что ты овцар, что ты скотина. «Да я тебе обещаю, Надя, что я буду любить его всегда, но никогда с ним не буду, потому что он меня постоянно оскорбляет и унижает». «Надя, что я не могу. 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 Я не могу». «Ребята, у нас у всех сегодня такое отличное настроение, потому что на улице погода очень солнечная, и мы все вместе радостно, весело отправляемся куда?» «Надя, строю!» «Так, ребята, ну проходите сюда. Только не смотрите пока туда. Ну не смотрите на меня. В общем, ребят, сегодня…» «Вы мне куда посмотри?» «Не смотрите. Сегодня тот день, через 52 дня наступит как раз день Икс, когда мы с ребятами перейдем в город. Но, Сема с Настей нет, они в отпуске. Солнышко на фотосессии. Стёпа ищу, куда ты уехал. Я, конечно, могла бы без них посмотреть квартиры, но мне кажется, что это нечестно. И ты решила пригласить нас в дружной компании? Я решила вас пригласить в квартиру, а посмотреть кафе. То кафе, в котором мы будем жить, в котором мы будем существовать. И давайте посмотрим, помечтаем. Судя по габаритам, тут общепит. Если жить, то постель поставить посередине. Нет, смотрите, в той части мы будем жить, в той части у нас будет квартира, а здесь будет кафе. Вот смотрите, она такая огромная. Я так предполагаю, что там будет кухня. А бар? Нет, кухня, наверное, будет там. Там? Ну пойдемте посмотрим, пойдемте. Самое главное, барная стойка. Слушай, я предлагаю развесить фотографию участников обязательно. Нет, на самом деле кафе это супер, потому что в это кафе смогут приезжать старые участники. Бонька, Потапович, Майна, наконец-то мы увидим Майя. Боньке можно предложить поработать официанткой. Роль официанткой, тем более для нее это не впервой. Смотрите, вот здесь вот можно... А, вот там вот, в той части мы поставим плазму большую. И сделаем такое мини-ловное место. И несколько раз в неделю, Гена, мы... И несколько раз в неделю мы будем собираться со старичками и выгонять Рустама. А дом-два будет разбираться? Очень неправильно. Зачем назвать себя? Одно и то же. Может, кафе вам быть мозги вправе, да, не выгонять меня уже? Ну, конечно, не дождетесь. Девочки, а вот скажите тогда, какие вообще качества вам понравились с Даниилем? Мне ум. Ум, а еще... Ну, вообще, вот чем он вас вот так вот привлек к всем? Ну, мне очень понравилось его мировоззрение. Вот смотрите, у нас вроде... И его рисм осознания. Я же вот так бы сказала, я вот для общения с Данилом. Данила, ну, ты смотри, тут прям девочки все с тобой понаобщались, и так вот... У нас вот есть вот тут Раду, да, мужчина весь такой накачанный, да, такой здоровый, симпатичный, красивый. И Данила, который всего два дня уже успел покорить сердца всех девушек. Вот. Девочки, в чем дело-то? Просто мы не можем устоять перед него обаянием. Он просто... Ну, ты все. Все просто. И мы готовы друг друга перебить. Мы друг друга... Я хотел бы мою, вот мою Наденьку послушать. От него исходит один консультив. Давайте меня спрашивать. Да, ладно. Данила, а ты как относишься к тому, что ты понравился, понравился всем девушкам нашего проекта, вот, и они готовы за тебя драться, боксировать, не знаю, на ринге там... Это уж Саша так сказал, утрегованно драться. За место быть по правую руку от тебя. Ты как к этому относишься? Нет, ну, Саша, я скажу так, я-то не способен, понимаешь, разделиться на всех. Так, если вот среди этих девушек есть, скажем так, андрогина, то бишь та половинка, которая моя, то я ее своими потоками иммунационными в своей душе почувствую, собственно. А ты еще пока не почувствовал своими потоками иммунационными какими-то там... Таня, ты чувствуешь, что я девушка свободная теперь? Ну, надо... Вот, Алёна, хоть и не свободна, но вот все равно... Смотрите, как я... Да. Вы с Мишей пользуйся моментом, я свободна, якобы. Миш, насколько я понимаю, вы продолжаете ругаться, гнобить друг друга с Надей, и, собственно говоря, ничего в ваших отношениях не изменилось. Ну, как бы я не назвал бы это прям такой уж руганью, но это недопонимание серьезнейшее, недопонимание со стороны одного человека. Надя не понимает ситуацию, то есть она, не знаю, либо гордость ей мешает, либо что-то другое, но она не хочет видеть очевидных вещей, скажем так. Она рассказывает девочкам, что ночью без микрофона ты ее обзываешь, называешь тварью, говоришь, что она будет ползать на коленях перед тобой. Нет, я согласен, все, то есть то, что я некрасиво поступил, там, может, ну, переворошив все это, но вы поймите одно, то есть сейчас Надя действительно, ну, как бы, так, как уж так все выставилось не в лучшем свете, ей же надо как-то, скажем так, ну, чем-то себя оправдывать. То есть, ну, всю вот эту ссору она переносит на меня, на какие-то грубые слова, которые она, в принципе, и в микрофоне на меня произносила. Миш, тебе так, ну, мне кажется, ты постоянно ее цепляешь, это раз, а два, тебе не кажется, что с помощью этой грубости, да, своих вот этих унижений вы настолько уничтожили свои отношения, что от любви уже практически ничего и не осталось. Нет, я бы так не сказал, то есть действительно во мне сидит серьезнейшая обида. Ну, как можно назвать тварью девушку, которую ты любишь? В тот момент у меня был, можно сказать, это эмоциональный срыв. Ну, ты сейчас до тех пор продолжаешь ее как-то оскорблять. Я вообще объясню ситуацию, то есть я не собираюсь ухаживать сейчас, там, добиваться ее дарить. То есть все, что она вчера сказала на лобном месте, ты не собираешься это существовать? Дарить ей цветы нет, это абсолютно вообще, то есть это еще больше унизит меня, грубо говоря, то есть это надо делать ей. Даня, приглашаю тебя вечером на романтическое свидание к бассейну. Одену платьишко, туфельки, я буду красиво. Видишь, вот я накрученная специальная. Я думала, на аплодисменты. Кудрис и дела. Данила, ты согласен? Да, я абсолютно точно согласен. Ты согласен? Ребята, можно поаплодировать. Только что у нас на стройке было приглашение на романтическое свидание. У Данила, его умные щечки немножко порозовели. Но, ребят, самое удивительное еще, я вот слышала такую информацию, не знаю, точно это или не точно, но несколько раз в неделю вы будете приезжать к нам и помогать нам держать это кафе. Держать в комнате, держать. Держать в чистоте. Нет, например, дежурит, например, Настя Дашко, да? День, она здесь главная. То есть она встречает гостей, встречает посетителей. И она зовет с площадки, например, Тори, Гену и Рустаму, чтобы Рустам полы подметал, Тори официантка. А можно я буду петь песни Пугачевой? Можно, мы поставим. Как за трапезном ресторанчике. Я согласен. Можно петь песни и чтоб тебе платили деньги. Шикарно. Так, то есть мы бесплатно работаем? Я буду рестораном петь. Она будет петь песни, а мы будем посуду мыть и полы. Нет, это кафе, реальный бизнес. Смотрите, кафе, это будет общее, сюда могут приходить любые участники. Старые, можете вы приезжать. А если мы на поляне организуем Ларюк, вы будете приезжать торговать семечками? Гори. Слушай, это хорошо. Слушай, Оль. Ну, в общем, прекрасно. А житье, бытие ваше... Ну, пойдемте вот туда, вот посмотрим, я покажу, где у нас будет лоб на место. Оль, я это очень люблю, но я не хочу работать официанткой. Я не до этого училась 9 лет, два высших образования. А я не учился, но я хочу прибыли побольше. Радуга, ну, насколько я понимаю, вы сегодня с Тори собираетесь заселяться в вип-дом. Я не вижу блеска в твои глаза, что ты реально хочешь этого. Нет, я не буду даже обманывать, что этого нет. То есть мне проще не играть, чем играть. Вот, тем самым, из-за чего, собственно, я не так интересен для шоу. Насколько я понимаю, Тори хочет заселиться гораздо больше, чем... Ну, она как человек здесь поживший дольше, чем я. И как более тонко понимающий стратегию и тактику, так сказать, оставания здесь. Она это советует с той точки зрения, что, во-первых, ей уезжать там в отпуск, и она хочет быть за меня спокойной, то есть там жить. Но мне, как мужчине, так сказать, и как воину, мне не хочется прятаться за ее спиной, так сказать. Не, поскольку мы там о любви не говорим. То есть в итоге ты решил не заселяться? Если она скажет, что это как раз сно, то, что она поспособствует моему заселению ради иммунитета, означает, что я должен буду строить отношения только с ней, то я не заселюсь. Оль, ну ты че? Ты посмотри на меня, Оль! Скажи мне, пожалуйста, куда счастливее? Куда? Хочешь я током себя ударить? Я не знаю, можно было там пофантазировать, куда какие-то диваны поставим? Как мы в самом начале пофантазировали. Оль, очень даже хорошо, если бы ты нас не назначила уже... Я никого не назначала, я здесь с Томаней не назначала. Ты сказала, Снася с Эмиком будет директора здесь. Не надо мне слова. Ну а че ты плачешь? Слушай, ну не плачешь, я не могу смотреть, когда ты плачешь. Я потому что хочу, чтобы вы радовались. Да мы рады за тебя. Мы рады. Ты вообще первая просто филичка. За тебя мы мало вероят. Они уехали, а ты пришла сюда и такую на себя взяла нож. С нами поговорите. Я просто сама не знаю, как сейчас здесь, что будет. Потому что приедут все ребята, и мы все будем обсуждать. Олечка, я сказала, что там вы будете официантами, можно. Ну пойми ты уже нас, особенно меня, звезду мирового масштаба. Мне как-то это не очень приятно. Поэтому я предложила, я бы сказала вам просто здесь отдыхать. Просто на самом деле надеха доиграть. Если вот так вот у них и дальше пойдет, то есть мужка реально может уйти на мужском голосовании. Вот так вот сейчас, знаешь, наигрывать здание, как бы это не очень красиво. Она, во-первых, себя некрасиво выставляет. То есть она тем самым показывает то, что Миша нафиг не нужен был замечательно. Вот и все. Из этого места можно сделать какую-то вот часть Дома-2, где не только там будет Настя, Семика, Мистером, где вы там тоже будете. Это даже не часть Дома-2, часть Вселенной. Часть Вселенной. Какое-то местечко, где не просто лобное место, не просто язык, не просто там Дома-2. Чтобы здесь мы здесь собирались, не знаю, отдыхали, дискотеки устраивали. Еще ту самолезу, день рождения праздника. Вот, отлично. Я на сраженном будущее посуду. На день рождения. Тихо, я сказал, тихо. Вот ты тут смеешься, хотя я больше люблю, когда ты плачешь, ты другая становишься. Настоящая. Ужасная, да? Ужасная. Ты тоже так говоришь, что очень интересно. Значит, он был тебе никогда не нужен. Ты думаешь, не легко с ним расставаться? Нет, не знаю. Правильно говорит. Правильно. Я не с тобой расставаюсь. А я не с тобой, я ей говорю, что правильно говорит. Надюш, вот смотри, я с этим человеком жила, да? Я его люблю. Мне не легко с ним расставаться. Потому что я его люблю. Ну как ты, говоришь, любишь, если ты ухаживаешь за Нилой и показываешь? Я не ухаживаю, Надюха. Ну где ты, что я за Нилой ухаживала? Нет, если ты кривишь, то, знаешь, прикалываешь, но ты себя выставляешь не лучше сразу. То есть ты бросаешься легко отношениями, переключаешься, значит, ты показываешь все, что отношения вот эти тебе даром не нужны были. То есть что ты легко от них отказываешься. Надя, что ты говоришь? Я не легко от них отказываюсь. Ну пока по поведению видно так, что тебе просто до фонаря были. Вот и все. Да не до фонаря, Надя. Потом еще, потом еще. То есть ты легко от них отказываешься. Надя, у меня уже не видно было в настройке, что это просто я прикалывалась. Ну это не Данечка, Данечка. Это тебя с лучшей стороны выставляет, Надю. Я тебе еще раз говорю, Надя, и на самом деле мне очень тяжело с ним расставаться. Но я это делаю только потому, что... Надь, а зачем я буду по поведению, что мне плакать? Никто не составляет плату. А зачем заигрывать с другим мужчиной, если ты еще не закончила отношения? Надь, я закончила отношения. Да вы прекрасно понимаете, что ваши отношения еще не закончены. Это Миша прекрасно понимает. И поэтому он к этому ко всему относится, все хихоньки-дохахать. Тем более, если ты считаешь, что отношение закончено, заигрывая с Данилой, значит, ты к Мише легко относился. Значит, ты не любила его больше жизни. Надь, ты готова была за ним и тянуть. Надь, ты не ешь, что это делать. Надь, я не люблю его, но я не вижу этого, кроме слов. Надь, я не могу с ним быть, потому что он так ко мне относится. Как он может идти и говорить, ты мне ноги не оставайся. Ну а как можно говорить, что ты любишь человека больше жизни? Да не бросайся такими словами, чтобы люди тебя не проявляли. Я не говорю Саше, что я люблю его больше жизни. Надь, любить это еще не значит быть вместе. Можно любить и не быть вместе. Не, вот упаси бог, любовь, которая вот так вот, когда разговариваешь, вот так вот. То есть то, что построено на Квике, то неужели потом может там как бы семейным счастьем быть? Не знаю, я вот Миша претендиваю, он так сам говорит, я уйду. Он это, конечно, все ради интриги продуманно. Это все продумано, они сегодня помирятся к вечеру и заселятся в домик ради иммунитета. Он приехал сюда, вы не расставались, как выяснилось. То есть он приехал и узнает об измене, он простил, он принял тебя назад. То есть это уже большой шаг, Надь. Тяжело это все забывается, пройдет время и у вас нормализуются отношения. А сейчас у вас будет вот такая притирка и оскорбление. Потому что ему обидно, как мужчине, его опустили на пол, на всю Россию и на пол ближнего и дальнего зарубежья, где идет дом 2. Да мне все равно, Надь. Ну, дай тебе, пожалуйста, Надь. Ну, подожди, Миша, ты меня постоянно опускаешь, постоянно обижаешь. Ты не видишь, когда мы с ним вдвоем, какие он мне слова говорит, Надя. Если бы тебя Саша так когда-нибудь называл, ты бы тоже не смогла с ним быть. Ты бы любила его, но не понимала, почему ты с ним находишься, если он постоянно, если он тебе говорит, что ты тварь, что ты овцар, что ты скотина. Ты не будешь говорить, Надя, что я буду любить его всегда, но никогда с ним не буду, потому что он меня постоянно оскорбляет и унижает. Это не любовь, это эгоизм, это не любовь. Ты любишь себя и отношение его к тебе, но не его, вот таким, как он есть. Когда любишь человека, любишь его таким, как он есть. То есть, когда он тебя обзывает тварью, ты нормально как-то с этим бороться. Как этим бороться, у меня уже в течение года так называют, я не буду с этим бороться. Ты чего вам такое говоришь? У меня грубого слова к ней не было ни одного до данного дня телепроекта. Когда ты говоришь, ты меня всегда обзывал и оскорблял, всегда. Я клянусь, я клянусь, я тебе еще раз говорю. Не надо клятся, потому что дома ты прекрасно помнишь, как ты меня обзывала и оскорблял. Да вы не говорите дома, берите, у вас были два периода отношения до проекта и отношения в проекте. Я не видела реально, как он тебя оскорблял в проекте. Голос повышал, да, это точно так же, как у Саши. Ай, ну что ж ты этого не видела? Мне-то что от этого? Мне до того легче, что ты этого не слышала. Я это слышу. Я говорю, допустим, что никто не видел. Ты говоришь, что он тебя унижает, оскорбляет, но на самом деле ты же Мишку оскорбила и унизила. Ты что сделала, чтобы он тебя просил? Да она этого не слышит, поймите, этот человек этого не слышит. Человек не слышит этого. Короче, иди подумай, да, короче, длиннее. Мы с тобой никогда больше вместе не будем, и твои фигоньки, на, когда что ты делаешь, я люблю больше тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, правильно, я же тебе и говорю об этом. Ну а так и есть, получается просто эгоизм и все. Если человек любит, он ищет какие-то способы быть вместе, через какие-то терния. А когда человек бросается отношения, значит, никогда и не было этой любви. Все, ну вы пришли на наше романтическое свидание. Так что давайте все вместе. Давай, давайте делать массаж все вместе. Давайте все вместе. Давай, положись, Данюш, положись, ты расслабляйся, релакс, Данюш. Да, да. Я же сказал, что это вот все, что сейчас происходит, это все не есть. Не истинно? Да, это не есть настоящее, что происходит. Это не истинно где-то там. Все, ты пошла? Заня, Наташа. Даня, пойдем. Это красиво. Да, пошли. Ну что, так нельзя в жизни сразу. Не-не-не-не, пойдем. Я скажу, пожалуйста. Даня, я весь день ждала, я там такую штучку классную приготовлю. Даня, я ждала? Конечно, давай. Давай, одевай микрофончик, пошли. Даня, одевай микрофон, пошли. Даня, подожди, ты сейчас надо в порядок. Слушай, хватит, пойдем, пойдем. Угу. Все, 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 все. Даня, ты знаешь, я хочу сказать, можно я буду говорить? Ну, конечно. Ты вот кушай, пей, я буду говорить. Вчера съездили с тобой на свидание, произвел на меня такое впечатление. Ты затронул какую-то мою женскую струну. Ну что ты? Да. Ты знаешь, как бы, просто нет слов, нет, я стесняюсь, как бы впервые так молодому человеку признаюсь. Да, и в тебе вот какая-то вот искра, да, зажглась, да, которая, в принципе, неугасима. Да, искра мне, искра во мне зажглась. Давай выпьем за твое мужество. Давай. Что ты так? Ну, Наташа, ну, как ты знаешь, ну, если это просто не смотрится так вот искренне, как ты хотелось бы это сделать? Да, бери бокал. Просто я, пойми, я такая девушка, я не могу при всех свои чувства выражать. А сейчас мы с тобой здесь одни. Да. Вот, поэтому я хочу все тебе сказать. Чего ты смущаешься, так я не пойму. Я просто, я не могу при всех, а вот наедине я тебе, пожалуйста, все, что угодно скажу. Давай, руки дай. Давай, за твое мужество. Сегодня день имени Даниила. Даня, я теперь хочу предложить тебе делать массаж. Мне массаж? Да. Массаж можешь выключить? Ну, тут самое интересное, а сейчас минуты две конец. Правда. Ну, ты потом посмотришь, я понимаю минуты две. Потом уже не так будет, уже не захочется. Ну, при флокте бьет, ну, я не люнтов. Как не люблю. Ну, правда. Правда. А я тут с тобой общаюсь и смотрю. Ну, блин, я туда пошла, блин. Привет. Данил. 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 Привет. Привет. Я вот чувствую это какое-то плавное. Ален, я просто не могу понять, у нас какое-то романтическое свидание. Ты честно так пришла? Я пришла, потому что мне тоже нравится Данил. Почему? Я не могу прийти. С планированной помощи. С планированной помощи. Нет, ты что, нет. Ну, я просто знала о том, что Наталья устраивает тебе свидание. И решила тоже. Наталья же моя подружка. Мы даже спим с ней. Ален, я только что собралась делать ему массаж, и тут ты не можешь. Я тебе помогу? Да? Да. Ну, давай. Давай. Кусай. Не, не, я уже. Она не хочет. Ален, ну, давай, если ты весело поможешь, давай. Да, тебе же нравится, Данечка. Давай. Давай, массажик. Вау. Ничего себе. Да, вот это Данила. Вот это да, Данила. Игрите. Так, и ребирали здесь. Подождите, подождите. Данил Юрьевич, привет. Привет, дорогой. Как у тебя дела? Здравствуйте. С ума сойтись. Столько красивых девушек вокруг. Подождите. А почему? Одна, можно сказать, еще не определилась. Другой молодой человек, Данил Трин. Я не знаю, почему. Нам нравится, Данил. Обалдеть. Слушай, ты тоже нравится? Понимаешь, ты нравишься. Дайте, лучше я ему виноградиком покормлю. Причем не, если нравлюсь, нравлюсь. Я в данный момент уже на Наташа. Лови. Давай. Давай. Я не хочу. Почему? Может, надо больше. Был налей. Был налей. Был налей. Был налей. С ума сойтись. Может, ему виноградинку раскатать по спинке? Давай. Мы живем не в Усланской скани. Алеша, иди сюда, пересядь. Держи. Мы живем не в Усланской скани, где там у них в районе наградомства вышло. Тебе же нравится несколько девушек? Я не помню, что тебе не устраивает. Мне по барабану все они. Мне нравится. Мне нравится. Тем более, мы с Наташкой все время делимся. Допустим. Знаете, вообще, как бы, не очень хорошо с вашей стороны. Я человека пригласила на свидание. А вот что, тебе мешает? Девчат, ну просто я собиралась сделать ему массаж. То, что он вам нравится, это как бы ваша трудность. И давайте тогда все вместе сделаем ему массаж. Подождите, какой массаж? У тебя есть молодой человек. Я вообще не понимаю, что ты здесь. Девчат, ну вы пришли на наше романтическое свидание. Так что давайте, как бы, все вместе. Давай, давайте делать массаж все вместе. Давайте все вместе. Ложись, Данюш, ложись. Ты расслабляйся, релак. Здесь. Я же сказал, что это вот, все вот это вот, все, что сейчас происходит, это все не истина. Не истина? Да, это не есть настоящее. Это не истина где-то там. Какуюсь истина? Да, ложись, ложись. Ничего страшного. Просто девочкам ты тоже знаешь. То есть я прекрасно понимаю. Такой вот. Ага, вот, вот. Получи. 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 Спасибо. Да, да. Умиря. Уууу! Спасибо. Павелико. 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 Корабли в моей гавани, и взлетим и поплаваем, на Средане в бассейне Даниилом. Спасательница Малибу, Сеня Бородину. Бородину. Ну что же, к Даниилу мы обязательно перейдем, а сейчас я хотела спросить, как съездили в город Ольга Бузова, Рустам и Гена Стори, точно. Расскажите, пожалуйста, ребят, что там произошло? Гена, я не успела перейти на площадку, мне тоже начали рассказывать. Ой, там такое было, такое было, Бузова плакала. Что случилось? Нет, дело в том, что мы приехали дать оценку чуть-чуть жилью, которое там строится для ребят. Как жилье? Ну, жилье пока не никак, потому что там стройка. Ксюша, на самом деле, мне бы непонятно, почему ты, как ведущая, сказала, что я должна ехать именно с Геной и с Рустамом. Мне кажется, больше бы порадовались Габозовой, например, Настя, Наташка. А зачем ты начала гнуть пальцы, как говорят на нашем сленге, и говорить, так, ты у меня будешь официантом, ты у меня будешь уборщиком. Я посудомойка, Рустам, уборщик. Как я могу такое сказать? Ты сейчас врешь, Бузова. Смотрим в глаза. Слушай, ты сейчас врешь мне нагло, глядя в глаза. Я тебе не вру. Рустам, она и так говорила? Ну, скажем так, да. Ребята, вы чего? Гена? Я посудомойка, Тори официантом. Я говорила о том, что если вы хотите, вы можете работать здесь официантом. Да, и я... Отлично вообще. Лучшая хозяйка Дома-2, гостеприимная девочка. Я скажу, я очень рада за ребят, ни в коем случае у меня никакой зависти нет, потому что отсюда я никуда уезжать не хочу. Я рада, что у вас какие-то перспективы, но не певицей в ресторанчике, не посудомойкой, не официанткой, извините, я работать не буду у вас. Я еще предлагала работу повара. Шикарно. Только если там с Рустамом приехать, встретиться с нашими бывшими. Скажи, Тори, тебя обидело вот то, что сказала Ольга? Так сказать... Задело. Задело, не обидело. Как-то неприятно. Неужели, Тори, ты думаешь, что я хочу, чтобы ты работала официанткой? Ты взрослая, ты хочешь в масштаб превратить. Ты должна покорять Голливуд и весь мир. Неужели ты думаешь, что я тебе реально, если я начала немножко шутить и как-то вы могли поддержать... Вот это называется лесть и неискренность. Хорошо. А я серьезно готов это воспринять и не знаю, как долго я проживу, но думаю, что на глазу останусь некоторыми. Готов швейцарам или вышибалой там поработать. Вот, отлично. Я оставлю свой телефончик. То есть, в принципе, за заработную плату ты готов у нас работать в кафе. А давай я тебе больше заплачу, и ты будешь здесь меня делать счастливой. Это уже собрала. А мы договорились, что ты меня продашь на сторону за 500 тысяч евро. Сначала я себя как-то по-пользуюсь с тобой. Хорошо. Ну что же, раз мы заговорили по поводу Насти и Сэма и их кафе, Я знаю, что сегодня были некоторые разговоры по этому поводу. И когда ребята были в Москве, да, вот в этом месте, где будут жить старые участники, прошел слух о том, что Насти и Сэм на самом деле не отдыхают вместе ни в каком Таиланде. И не покидали вообще, более того, не покидали пределы России. Это так вообще, ребята, или нет? Находясь во всемирной паутине, надыбали информацию о том, что некие жители Сочи, ну, скажем так, обыватели, видят Настю, прогуливающуюся с Ольгой Моцек в Сочи, и, собственно говоря, недоумевающие, так как люди являются почитателями программы, и они вопрошали, как так? По эфиру ребята уехали в Таиланд, они спрашивают, типа, ой, Настенька, а где Сэмик-то? Да, вы знаете, он на другом месте отдыхает. Можно я дополню? Ну, это у нас информация, конечно, мы должны были узнать, потому что на ломном месте нам могли бы предъявить, что мы врем. Но мы созвонились с Димой Чижевским. Совершенно случайно. Я набрал Димки Чижевского. Знаете, как бывает, рука вот случайно попала, не на тот момент. Прямо Димка. Да, звонил в поликлинику в зубную, в Тори, чтобы мозг поставили. А Палец попал на Чижевского. Понимаешь, я говорю, Димка, как дела? Ты в Бресте? Потому что последняя информация была, что он из Шепетовки перебрался в Брест. А он и говорит, нет, 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 я не там и не там, был в Полтаве, сейчас в Сочи. Я говорю, ну и как у тебя, собственно говоря, дела? Он говорит, нормально, Настя с Олей только что вышли. Ну вот, так что... Так что это... Так что это трингл, понимаешь? Живёт и процветает в Сочи. Обалдеть, вообще. Ну вот так и просто. Ну, мы не можем сказать... А может быть, это интрига, как мы когда-то с Русланом придумали, как будто в Лос-Вегас поехали, чтобы вокруг себя какое-то движение создать, нет? Мне кажется, ребят, мне кажется, очень хочется думать о том, что вот это всё, знаете, инспирировано. Софи Лорен, да там Ланкастер... Оль, вот что ты думаешь по этому поводу? Я хочу сказать, что мы, конечно, можем недоумевать, там, додумывать, придумывать разную информацию, там, перевирать. Я, конечно, в шоке, когда узнала об этом. И, по сути, это действительно так, потому что эти люди видят, там, Настю с Олей в Сочи, ну, понятно, что они в Сочи, а не в Таиланде. Просто, наверное, единственное, кто нам скажет, почему так ребята сделали, это сами ребята. Они приезжают через две недели, я думаю, что надо у них спросить. Ладно, ребят, есть ещё одна тема, которую сегодня нужно, о которой нужно поговорить, это посвящение Даниила. Даниила, я знаю, что тебе было очень неприятно, тебя окунули сегодня в бассейн. Ох, какой кошмар! И что тебе... Какого не окунували в бассейн, ребят? Это уже не окунули никого. Не окунули никого. Кто посмел сделать такой ужасный поступок? Давайте, давайте послушаем Даниила, ребят. Даниила, давайте послушаем. Нет, я просто скажу, что на самом деле изначально вот как бы мои гоносологические убеждения, да, вот основанные на приорном видении, то бишь на опыте по поводу Натальи, мне сказали о том, что она всего лишь была пробный камень такой. Вот, пробный камень на волю, который нужно пройти и не оборачиваться. Вот и всё, то бишь, обида была вообще никаким образом с бассейном не связана. Она была вообще вне этого находилась. А вот там, что было до этого, то бишь, сам факт того, что это было названо романтическим свиданием, вот. А я вот, как вот, так получилось, про Соню, видать, поверил в это. А то, что в конце тебе сказали, что это посвящение. Ну, я это принял как посвящение, но я не кроме того, вот. Хорошо, ну а что теперь обижаться на Наташу? А так обиды нет, я на Наташу не обиделся, я просто сказал, что вот уже есть. Ты сейчас так вот сказал, значит, вот переступил через Наташу и больше видеть её не хочу. Ну, Наташа сделала такое. Как бы тебе сможешь верить, когда ты другой девушке в симпатии признаешься? Так же переступишь через неё? Подожди, другая девушка не будет говорить, что травматическая ситуация. Слушай, ты что, его адвокат, он сам не может сказать. Я скажу, вот, по цене, понимаешь? Нет, я вот так вот... Ген, тише, ну подожди, я тебе слова не давала. Ты можешь объяснить вот внятно сейчас, Данил, почему, в чём она тебя расчаровала конкретно, в чём её вина? Что вот она так вот просто угола в глаза, вот точно. Ну, ты вообще воспринимаешь там шутки? Да, конечно, воспринимаю. Ну, а ты понимаешь, что всё, что сделала Наташа, она сделала это не со зла, а просто потому, что это была шутка? Ну, я понял, я и не злюсь, как бы. Мало того, она делает это не одна. Есть такое правило, например, за глазковое ощущение? Чения, 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 и злости у меня никакого нету. Ты сказал, что расчароваться. Да, а это есть два разных слова расчароваться. А расчароваться, это ещё хуже, чем обидеться. Я расчаровался, но я никому обиделся. Мне ни одна девушка больше, чем Тори, не нравится. Физически Юля, мне кажется, более совершенной, но внутри я чувствую большую симпатию к ней. То есть к Юле я не чувствую... Бах! Можно. Итак, ребятки, давайте не забывать про то, что у нас сегодня заселение, да, и я хочу, чтобы сейчас... Ген, да. Слушай, перед заселением я бы хотел обратиться к Аленушке. Я немного так подумал, поразмыслил, и хотел бы пригласить Аленушку завтра на дружеское свидание. В периметре устроить небольшое дружеское свидание. Просто поговори с ней по душам. Что скажешь по этому поводу Алена? Я хочу спросить у Саши. Ну, если это дружеское свидание, то и в периметре, то... Только без тебя. Вдвоём, наедине, дружеское свидание. Давайте, знаете, как сделаем. Тишина. Нет, сделаем так. Он приглашает Алену на дружеское свидание. Я просто уже устал от его подвигов. Здесь он бегает, суетится. Алена, Алена шоколадки покупает. И теперь дружеское... Алена, Алену, шоколадки покупает. Одно, я на себе. Нормально, я купила сегодня Гене шоколадки. А-а-а! Что, как? Жар загрязываю. О, я хрючай, кайфинь. Альфонс! 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 Ты, Гена, Альфонс! Как поступим? Значит, завтра он приглашает ее на дружеское свидание. А я бы хотел Геннадия просто пригласить. Не хочу ничего, ругаться, там, кричать. Просто пригласить его на такую легкую дуэль побоксировать на языке. Легко? Пожмите. Так, секунду. Добро. Все равно. Что это за легкое боксирование, простите? Побоксируем, разберемся. Так вот на ринге... Я не хочу... В чем разберемся? В чем разберемся? Не, 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 Ктюшенька, подожди. Боксировать я люблю сам. А в чем разобраться ты хочешь? Нет, в чем разобраться? По сути, в чем сути разборки? Я оскорбил девушку? Я оскорбил тебя? Нет, ты не оскорбил, просто я хочу дуэль. Просто напросто дуэль, но на волос. Смысл дуэли? Я тебя вызываю на дуэль. Смысл? Просто напросто. Просто напросто. Из-за Аленки. Аленушка, если я тебя достаю, если тебе неприятно, и твоему молодому человеку неприятно, и ты ценишь его... Да, я ценю его. И ты не хочешь, чтобы я доставлял неудобства у молодого человека, я могу просто не подходить к вашей паре. Если Саша скажет, что попросит меня, чтобы ты не подходил, то я тебе об этом скажу. Саша, да не то, чтобы прям не подходил, это твои натиски уже просто меня достали. Ну хорошо, так ты скажи, Гена, не подходи больше к Алене, и все. А то убью. Прибью. Вот и хотелось просто еще побоксировать с тобой. Что здесь такого, прям, я не знаю, страшного. Ну так, ты потом тебя не обвиняли в неяркости. Напи, ну, отлично. Вот мне тоже так нравится. Раньше всегда так было. Да. В футболские времена турниры, за сердце прекрасное дамо. Или Янка тебя набьет, ой, не знаю. Ну, он остался неравнодушник, Ален, это видно, и все. Нет, другом, понятно дело, я это не хочу, прям, чтобы ты не подходил, там, сейчас в доме не появлялся. Ален, а тебе прям Гена такой друг, может просто тупо отказаться от этого свидания, и все, так не будет легче. А давайте троем пойдем, на дружеское свидание. Ну, придешь к нам в дом, посидим. Я это, сейчас я тебе объясню, Саша, шведскую семью. Да почему? А ты ваша семья, ваш дружеская семья. Нет, ну, Саша, Саша, ну, свидание я люблю наедине с девушкой, которая мне приятна, и я не могу просто идти втроем. Ты просто там будешь лишним. Ген, а давай ты скажешь честно, давай ты скажешь честно, я хочу отбить Алену у Саши, понимаешь? Я хочу отбить Алену у Саши. Ну, это все понятно, он сразу бы так и сказал. Спасибо. После заявления Геннадия, что он хочет тебя отбить у Александра, ты пойдешь? Я так понимаю, что это будет не дружеское, романтическое свидание, поэтому я отказываюсь, Ген. Ну, это твое право, это тебе, то есть Саша, ну, плюс. Итак, ребят, давайте все-таки приступим к голосованию в ВИП-дом и обозначим пары, которые у нас сегодня претендуют. Итак, Надежда и Михаил. У нас нет пары. Как вы красиво это говорите. Ну что, прям совсем нет пары? Не, ну не совсем, не совсем, но пока нет пары, которая могла бы претендовать на ВИП-дом. Вот так вот я скажу. А когда вы найдете эту пару? А я же сегодня на ТЭТе все объяснил. Когда Надя исправится, начнет меня ценить, любить, ухаживать, ходить, лелеять меня. Надь, тебе есть что ответить на это? Не, не, нечего. Ксюшка, они без нас скоро померятся, ну посмотри на них. Зачем нам туда лежат? Такие лопуля вообще. Детский сад, не надо лезть, пускай. Радуга и Виктория. Сейчас мы точим пару моментов Радуга. Я хочу продолжать делать комплименты другим девушкам. Иногда даже их гладить по голове и... С таким чистым телом. Ну, в общем, делать комплименты, да? Вот. Радуга и Виктория этого никак не допускает, то есть ничего не изменилось с тех пор, когда мы первый раз не столкнулись. Не нагладился за 15 лет. Я просто оценитель, я оценитель прекрасного, так сказать. Поэтому мне не хочется выступать в роли человека, которого, так сказать, который прятится за женской спиной. Я не хотел бы, когда она уедет в отпуск, то есть этим иммунитетом пользоваться, потому что за это время может появиться барышня, которая мне понравится больше. Но иммунитет-то на одну неделю. Подождите, подождите. Радуга, я могу, конечно, у ребят спросить, будете ли вы голосовать против него, но я вам сейчас советую сказать, что будете. Поэтому я с ним заселюсь ради иммунитета. Тори, для тебя так принципиально заселиться конкретно с ним? Да. А тебе нравится Радуга, Тори? Мне нравится его мучить. Для будущего эксперимента, да. А я, насколько понимаю, ты не хочешь заселяться. Но дело все в иммунитете. Я не хочу выговорить. Когда ты можешь пойти с проекта, помашем тебе ручкой. Очень будет жестко мужское голосование. А почему ты не хочешь заселяться в Тори? Что произошло? Потому что у нас отношений еще никаких нет. Радуга, ты хочешь заселяться в Тори, да или нет? Если вопрос только в двух словах, нет. Правильно. Но есть объяснение, почему. Почему? Объясни мне. Потому что мы, друзья, и пользоваться ее советом, и ее иммунитетом. О, вот это вот слово, ну, я где-то в душе лелеял, да, что мне хотелось бы показаться благородным. Я не хочу ее броней пользоваться. А тебе нравится Тори? Ты хочешь, что они еще не строят с ней отношения? Но Тори мне нравится, во-первых, как друг покаять. К Тори я огня не чувствую. И пойми меня правильно, я беспокоюсь за тебя, потому что ты седовласый мужчина, без зубов, только и блещешь здесь, что яркостью своей одежды. Больше вокруг тебя никаких движений нет. Я беспокоюсь за чувствования. Я хочу, чтобы ты здесь был и построил, здесь может быть, хотя, навряд ли, отношения. Тори, мы не будем голосовать. Вы не будете голосовать против него? Я, как твой друг, просто за тебя беспокоюсь. Кстати, насчет огня я тоже особого не чувствую. Радуга, я чувствую, что... Если не будут ребята голосовать, значит, мы не заседаем. Радуга, объясни мне, Паш, ты нравится какая-то другая девушка или я ошибаюсь? Из присутствующих мне ни одна девушка больше, чем Тори, не нравится. Физически Юля, мне кажется, более совершенная, но внутри я чувствую большую симпатию к ней. То есть к Юле я не чувствую... Бах! Можно. Говорят ведь про мой вкус. Я сказал... Прощай. В общем, мы не заселяемся, надо объяснять дальше. Тори, ну че ты уходишь-то, я не пойму, а? Мое идеальное тело, оскорби! Да ты на себя посмотришь! Ты можешь озвучить девушку, которая тебе нравится, чтобы мы все поняли, в чем интрига-то? Да нет, интриги нет. Вот чем я здесь, так сказать, не уместен, наверное, тем, что я не плитую интриги. То есть я простой, как три рубля. Хорошо, озвучь, как зовут ту девушку, которая тебе нравится? Перед отъездом я несколько раз случайно, невольно и специально видел глаза Насти, и мне показалось, что вот внутри... Дашко? Да, вот Настя Дашко внутри представляет из себя что-то более привлекательное именно внутри. То есть... И внешне она мне, так сказать говоря, тоже очень нравится. Ну, мы с черепкой-то по-другому говорили, а что сегодня поменяло? До этого говорилось, что у меня там рубашки, что-то еще. У меня внутри столько цвета, но его надо рассмотреть. Эмоции я выражаю не так, как вы. Да, пожалуйста, да сам пошел! У меня внутри вселенная, мне ее хватает. Я просто не выражаю и не обсуждаю то, что интересно вам. Может быть, я стар, что-то еще. Ты не можешь быть такой сильной женщиной, как я. Мне уже страшно, если честно. И я сейчас просто должна уже бежать словно место. Ну что же, ребят, прям Тори, ты так в следующий раз предупреждай. Ты знаешь, Тори со своим сарайчиком внутри. Твою вселенную вот так только... У Тори не сарай! Ну что же, Радуга проявил себя как настоящий мужчина и ради иммунитета не стал заселяться в ВИП-дом. Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова .